доброго времени суток тоже шел гости видео из рубрики ужин туриста скромный ужин туриста и так я была на базаре снимала базар базар загрузила и я всегда спокушаюсь что-нибудь вкусненького отведать я взяла пончики их не обжаренные во фритюре с начинкой 4 сыра пончики пончики снимала на видео также снимала десерт и сказала что я его точно возьму не знаю что это итальянский десерт мне интересно попробовать ну и в простом магазине зашла два напитка взяла сейчас попить и на завтра на утро и так показываю пончики открываю свой десерт десерт холодный стоял в холодильнике это мне полакомиться десерт 5 евро стоил можно видеть на видео уж я погуляла по базару показывал и пончик который язык разогрела в гостинице микроволновки сижу возле гостиницы на лоне природы скажем так лужайка у нас не одна не из посетителей показываю пончик пончик сицилийский с разной начинкой я взяла 4 сыра на вечер можно с мясом с рыбой еще одна морда пришла и тут много услышала партизанка запах после разогрева видно внутри есть сыр начинка и я буду кушать свой пончик с четырьмя видами сыра это интересно но для меня 5 евро это не стоит это точно интересный пончик я не знаю сколько они туда сыра кладут но все равно 5 евро ну так вот 5 1 курица стоит большая поэтому сыра положили чуть-чуть ну грамм по 10 наверно 20 чувствуется действительно разный сыр внутри но все таки знаете как мы котлету зраза делаем я скажу так итальянская зраза с сыром обычно я недорого кушаем ну два евро салата берут бутерброд этот пончик так скажем это зраза фаршированная сыром стоила 5 евро и загадочный десерт 5 евро плюс напиток я взяла на вечер в обед и брал салат за 2 евро в общем сегодня наверно около 13 14 евро я потратила на еду всегда хочется попробовать что-то новое что никогда не пробовал можно раскошелиться на отдыхе на что-то потратить деньги мне на еду например нравится больше из разряда street food итальянская почти все съела и уже почти наелась он вроде бы как маленький но столько как бы сытный получается я как бы маленьким этим пирожком наелась в общем со street food я покончила но скажу мне это на один раз не испытываю большого желания эти кончики брать по второму кругу например как пиццу то есть пиццу ешь она вкусная когда горячая и хочется еще этот кончик так вот для меня один раз попробовать это их традиционной может они это любят мы же тоже кушаем ну для штрудли или кутю допустим на рождество вряд ли они поймут нас а мы не всегда может понять понять их итак приступаю к десерту что за чудо этот десерт десерт такой же как этот кончик это чисто на любителя не могу сказать что я бы его съела много вот это съем больше я наверно его покупать не буду не то что он плохой но он приторный и напоминает есть тесто ореховая мандовая из него делают десерты представляют это мандовая тесто внутрь фиников вот это как будто ты ешь это тесто в мягком виде странная но на вкус очень странный десерт как по мне она очень очень сладкая притомная сильно оригинальное такое никогда не пробовала но но странная для меня скажу что во франции почти все десерты стоит 35 евро то есть для десерта 5 евро во франции это как бы норма за точно тоже второй раз брать уже не хочу их тирамису я ем с удовольствием многократно панакоту тоже это чудо но такое сладкое такое специфическое на вкус еще одна вышла с костылем только я думаю так у меня костыли тут еще тоже есть такие же с костылями как я мои костыли в номере лежат еще надо с ними ехать обратно жалко бросить хозяйстве может пригодиться в общем я на этом заканчиваю вещание с ужина показала что я ела пончик 10 10 евро плюс напитка полтора евро на сегодня-завтра вот такой мой ужин был люби новых встреч на моем канале отдых заканчивается пора ехать в париж там будет что-то новое вкусное и и и